Всем доброго времени суток! В эфире городского телеканала ЮТВ Афиша. С вами, собственно, как и всегда, Юлия Боровикова. И в ближайшее время я вам расскажу, как вы можете провести свои выходные с пользой для души и, возможно, даже для тела. Откидывайтесь на кресло, устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем! Начнем с того, что в прошлые выходные мы ходили на вечер поэзии от проекта «Другая среда». Какие выводы я могу сделать? То, что поэзия – это прекрасно. И второе, то, что люди, которые занимаются любимым делом не ради коммерческой жилки, выдают реально качественный и душевный продукт. Вот как оно было. Для храма варианты есть попроще. Вон за рекой слубите рощу и стройте там хоть синагогу. Если бы в мире не было поэзии, люди были бы немножко злее. Выхожу на сцену. Первая эмоция – это, конечно же, шок. Боярин? Смех многое прощает. Как-нибудь попробую в качестве участника. Никогда стихотворение не писал. Ну, только рэпчик. Спасибо! А поклон все! А поклон! Спасибо! Если вы до сих пор отправляете свое письменное творчество в ящик стола, вы хотите, чтобы его услышали массы, то не обязательно ждать большого городского вечера. Вы можете прийти на маленькие уютные мероприятия, которые организует проект «Другая среда». За обновлениями информации и анонсами следите в официальной группе ВКонтакте этого проекта, а также смотрите афишу. Я здесь очень часто о ребятах говорю. Как обстоят дела с поэзией в нашем городе? В принципе, все понятно. Самое время сказать об авторской прозе. Дорогие друзья, 4 февраля в восходе состоится литературный вечер от альманаха Декаден. Вход 100 рублей. За эти баснословные деньжища, дорогие друзья, вы сможете послушать авторские работы молодых и горячих ребят. Многие из них действительно талантливы и достойны вашего внимания. Помимо этого, вас пофотографируют. И, как я считаю, главная фишка этого мероприятия в том, что там ваше мнение действительно кого-то интересует. Поэтому приходите, участвуйте, дискутируйте 4 февраля в восходе 18.00. 4 февраля в УГУ состоятся открытые лекции для всех желающих. В этом году организаторы обозначили 6 тем. Лично я пойду на первое узнание стандартов защиты от уловок продавцов и опасных товаров. На мой взгляд, еще одна интересная тема – это интернет вещей, кто кем управляет. Думаю, вы найдете для себя что-то интересное. Единственный момент такой достаточно неоднозначный – то, что все лекции начинаются в 11 утра и проходят в разных аудиториях. То есть посетить вы сможете только одну. Дорогие друзья, 6 февраля в наш город приезжает Валерий Меладзе с юбилейным, между прочим, туром. Как говорит один оренбургский меломан Иван Медведев, Меладзе – это один из адекватнейших людей на отечественной эстраде. Я с Иваном спорить не буду. СКК Оренбуржья. Начало в 19.00, 6 февраля. В США подошел к концу очередной Sundance – это крупнейший фестиваль независимого кино. В этом году в секции полнометражного американского кино главный приз взяла картина «В этом мире я больше не чувствую себя как дома». Картина является дебютной работой режиссера Мэйкона Блэра. Комедия, снятая в духе фильмов Тарантино и братьев Коэн, где мир – прям сущий бардак. Все друг друга хамят, лезут без очереди, водители не уступают пешеходам. Сюжет закручивается вокруг барышни по имени Рут. Как-то в ее дом проникли хулиганы и украли бабушкину ложку. Полиция не воспринимает жалобу женщины всерьез, кто бы мог подумать. Тогда Рут объединяется с немного сумасшедшим соседом, чтобы поставить хулиганов на место. Рейтинги ожидания данной картины реально зашкаливают, но когда она появится в прокате или в интернете, пока неизвестно. Мы за этим моментом будем внимательно следить. Но зато в эти выходные вы можете посмотреть другую картину, которая победила на кинофестивале Sundance. Называется она «Я, Эрол и умирающая девушка». У Рэйчел Кошнер диагностировали лейкемию. Вот отстой. Это отстой. Это довольно отстой. Крэг – подросток, который снимает любительские фильмы. Ну, такой школьник, который не ввязывается в конфликты и на первый взгляд является неудачником. Большого количества друзей у него нет. Есть только коллега Эрол, разделяющий его интересы, с которыми они смотрят и пересматривают классические киноленты. Грэг начинает тесно общаться с одноклассницей, тихой еврейской девочкой Рэйчел, у которой обнаружена лейкемия. Вот эта дружба и легла в основы сюжета. Это была афиша в эфире городского телеканала ЮТВ. С вами была Юлия Боровикова. На этом моменте я с вами прощаюсь. Всем желаю хорошего, качественного визуала и отличных выходных. Увидимся через неделю. Пока!